Это небольшой городок Ле-Ан-де-Ли. Он расположен в Нормандии, в 95 километрах от Парижа и считается одним из самых красивых во Франции. А вот главная достопримечательность этого города – средневековая крепость Шато-Гаяр. Она была построена еще в 12 веке английским королем Ричардом Львиное Сердце. Сегодня от Шато-Гаяра остались одни развалины, но даже останки замка каждый день привлекают сотни туристов. Долгое время крепость считалась историческим памятником. Проводить археологические раскопки на ее территории было строго запрещено. Лишь в мае 2008 года группе ученых из Бристольского университета выпала уникальная возможность исследовать Шато-Гаяр. Получив разрешение от правительства Франции, археологи не могли даже предположить, какое сенсационное открытие ждет их впереди. Спустя три недели раскопок на территории замка они обнаружили странное захоронение. На глубине двух с половиной метров ученые нашли хорошо сохранившийся скелет лошади, а рядом несколько железных предметов, похожих на защитные доспехи воина. Эта находка не вызвала бы особого ажиотажа среди специалистов, если бы не одно «но». Археологи обратили внимание на необычное расположение фрагментов рыцарского снаряжения. Сверху они напоминали очертания двухколесного велосипеда. Чтобы рассмотреть конструкцию подробнее, ученые бережно извлекли все детали и очистили их от многовековых наслоений грунта. Увиденное просто шокировало археологов. Сомнений не оставалось. Находка действительно оказалась велосипедом, который пролежал в земле почти 900 лет. Как такое возможно? Неужели средневековые мастера могли создать такой сложный технический механизм в 12 веке? Ведь, по словам исследователей, первое подобие этого двухколесного транспорта появилось только 7 столетий спустя. Именно поэтому некоторые ученые считают, технологию сборки велосипеда средневековым рыцарям подарили путешественники во времени. Вот так в конце 19 века выглядели самые первые велосипеды. У них были несоразмерно разные колеса, а седло находилось на уровне полутора метров над землей. Из-за этого транспорт был очень опасным. В движении эти экземпляры приводились педалями, расположенными на переднем колесе. А это воссозданный учеными с помощью инженеров-конструкторов облик велосипеда, найденного в замке Шато-Гайяр. Невероятно, но у необычного для эпохи рыцарей средства передвижения есть руль, рама, удобное седло, одинаковые по величине колеса со спицами, педали, а главное – цепная передача. Абсолютно так же выглядят современные велосипеды. Долгое время ученые считали, средневековые конструкторы не могли создать такой механизм. По их мнению, найденный старинный велосипед – всего лишь подделка. Однако тщательное исследование находки показало – детали транспортного средства изготовлены не просто из стали. Конструкция собрана из настоящих рыцарских доспехов, а ее руль сделан из рукояток мечей, какими воевали во времена правления Ричарда Львиное Сердце. Но и это еще не все. Вместе с велосипедом в захоронении археологи нашли монеты, отчеканенные в 1188 году. А значит, они были закопаны на территории замка Шато-Гояр одновременно во второй половине 12 века. Датировка монет и доспехов дала основание сказать, что велосипед, этот артефакт, принадлежит к эпохе английского короля Ричарда Львиное Сердце. Вот это где-то 12 век. Даже если поверить, что найденному велосипеду действительно почти 900 лет, то как такую конструкцию могли собрать изобретатели раннего средневековья? Откуда у них были эти знания? И, наконец, если велосипед был на самом деле придуман еще в 12 веке, то почему технология не сохранилась, и ее пришлось заново изобретать? Некоторые исследователи считают, модель современного велосипеда в прошлом оставили путешественники из будущего. Скорее всего, они посещали наших предков в туристических или исследовательских целях и поделились с ними секретами сборки удобного транспорта. Велосипеду всего 200 лет. Он никак не мог оказаться в 12 веке. Но если рассматривать такой феномен, что вдруг провал во времени, человек оказался из будущего, из нашего времени или из будущего в том времени, и вдруг там оказался велосипед. Это может такое случиться. Правда, официальная наука в версию, что чертежи велосипеда средневековым обитателям передали путешественники во времени, не верит. Ученые допускают, что этот вид транспорта просто древнее, чем мы себе представляем. И средневековые рыцари отправлялись в боевые походы не только на конях, но и на велосипедах. Возможно, это действительно так, и гости из будущего здесь совсем ни при чем. Но тогда как объяснить другие загадочные находки, найденные археологами за последние несколько лет? Например, вот эти часы-перстень. Их нашли в 2008 году во время раскопок древней китайской гробницы, в которой в 15 веке был захоронен император династии Мин. Хотя официально первые карманные наручные часы появились на рубеже 17-18 веков, археологи предположили, что, возможно, китайские мастера знали секрет их изготовления гораздо раньше. А значит, могли положить высыпальницу во время погребения императора вместе с другими украшениями. Но после нескольких доскональных экспертиз эта версия отпала. Ученые выяснили, таинственные часы были сделаны в Швейцарии, но самое невероятное. По серийному номеру исследователям удалось узнать дату их производства – 1917 год. Когда почистили, оказалось клеймо Швейцарии и якобы даже номер серийный этих часов, и по этому номеру установили, что часам не более 100 лет. Вот этот вот мини-механизм могли сделать только в 20 веке с технологиями. Остается опять вопрос, как эти часы могли оказаться в гробнице 400-летней давности. Можно было бы предположить, что часы в усыпальнице случайно обронил какой-нибудь невнимательный турист. Однако это исключено. Ведь гробница была запечатана и оставалась нетронутой более 400 лет. Пока археологи не могут ответить, как современный предмет оказался в древней гробнице. А главное, кто их мог там оставить. Но некоторые исследователи уверены – часы в прошлом оставил путешественник во времени. Либо путешествие во времени, либо наш человек оказался как-то там во времени. Потому что механизм, когда человек может оказаться в другом времени, он вообще реален. То, что путешествия во времени не просто возможны, но реально совершались нашими потомками, по мнению ученых, доказывает еще один факт. Исследователи уверены – путешественники во времени посещают и наше время. По мнению ученых, неопознанные летающие объекты, которые мы часто принимаем за иноземные космические корабли, на самом деле не что иное, как средство передвижения гостей из будущего по разным эпохам. Но зачем они к нам прилетают? Исследователи считают – путешественники во времени посещают прошлое с научными и туристическими целями. Однако главная их задача – следить за тем, чтобы человечество не развязало ядерную войну. Ведь если мы уничтожим сами себя, то следующих поколений наших далеких потомков уже никогда не будет. Субтитры создавал DimaTorzok